Представители Департамента потребительского рынка, Министерства промышленности и торговли Республики вместе с активистами Народного фронта и молодежной организацией «Я – помощник президента» провели рейд по торговым сетям Черкеска. Что искали и что нашли, расскажет Екатерина Токова. А ведь согласно республиканскому закону, продажа слабоалкогольных энергетических напитков на территории Карача в Черкесии запрещена с поправкой. Если содержание этилового спирта в продукции от 1,2 до 9 процентов, в данном напитке спирта меньше, а значит и под букву закона он не попадает. В Министерстве промышленности и торговли работает телефон горячей линии 28-03-28. По этому телефону они могут обратиться со всеми жалобами по этому вопросу, по реализации тонизирующих напитков, по их составу или о случаях отравления. И мы будем принимать конкретные меры по этим вопросам. И у нас будет возможность обратиться в прокуратуру. Рейд по самым популярным торговым точкам Черкеска прошел почти впустую. В частнике закон не нарушает, разве что производители находят лазейки в законе и уменьшают концентрацию спирта в продукции, либо вообще ее не пишут на упаковке. Мы видим здесь просто этиловый спирт, ароматизаторы Sky, нейтральная эмульсия, экстракт цветков липы сухой и померанца. Что касается остальных компонентов даже в этой банке, то отнести к тонизирующим этот напиток можно с большой натяжкой. Экстракт липы, например, тонизирующим эффектом не обладает вообще. А вот что касается экстракта померанца или, как его еще называют, горький апельсин, в числе основных свойств тонизирующего эффекта у него нет. Однако в единичных источниках можно встретить редкое упоминание «тонизирует». И такая история со всей аналогичной продукцией. На желудочно-кишечный тракт пагубно влияют язвенные раздражения, гастриты, тошнота, рвота, может, до кровотечения даже влияет на центральную нервную систему. Значит, подростки становятся как бы неуправляемые, повышенная возбудимость, эмоциональная лоббильность. То есть они могут быть склонны к совершению каких-то поступков необдуманных. Также закон предусматривает ограничение продажи безалкогольных тонизирующих напитков лицам до 18 лет в образовательных, спортивных и медучреждениях. А также в местах культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних. В ходе рейда по этой части закона нарушений выявлено не было. Мы хотим обратиться к нашему депутатскому корпусу о внесении поправок к этому закону. В плане того, что, допустим, вблизи расположения учебных учреждений, чтобы не только на территории не продавалось, но также, как и сигареты, ближе 100 метров по прямой линии нельзя продавать табачную продукцию. Также это нужно приравнять, мы считаем, и слабоалкогольную продукцию. Екатерина Токова, Лебек Ешеров, Вести, Карачаево, Черкесия.